Всем привет! Меня зовут Аня Гресь, это мой канал на ютубе. Три дня назад я стала мамой, я родила нашего первенца с Ромой. О имени вы узнаете чуть позже. Вот, и сейчас... Это секрет, скажи, что я могу появляться в голове. А, Роман, вот, за кадром ГЗК. Это Роман, собственно, тоже спонсор этого видео. Появление человека нового на свет. О чём видео? О чём видео? Нам дали Babybox. Это помощь мамочкам молодым от нашей страны, от Украины. Вот такая вот... Кстати, это же логотип Украины. Да, кстати. 7-килограммовая карабень, бесплатная. Её дают всем. Она не какая-то там, не знаю, по каким-то заслугам. Эксклюзивная, да. Это дают всем абсолютно. Вы когда встаёте на учёт... То есть родила, получи. Да, получи коробку. Да. Когда я встала на учёт, я спросила своего врача, он там подаёт какие-то там документы, что-то, короче, чтобы все получили. Это не потому, что там я Аня Гресси, и только мне дали такую коробку. Давай, что же в этой коробке? Итак, что же там? Нам вроде что-то на 5000 гривен. Товара такого-то. Так. Значит, тут есть перечень. Не, ну так же неинтересно. Неинтересно. Перечень неинтересно. Значит, тут какой-то матрасик этот, по-моему, с мишками. Красивый. Всё, будешь на нём спать. Отлично. Если будешь себя плохо вести. Да, вы едете. Так, вот смотрите, тут мишки, семья мишек. Это прям как мы, получается. Отлично. Так. Так, государство. Семья мишек, отлично. Это матрас, да. Потом постельное белье. Но, если честно, я такое не сильно люблю. Я не покупала ничего вот такого вот прям с мишками, с зверюшками какими-то архи. У меня такое всё сдержанное, спокойное. Особо даже без голубых тонов. Хоть у нас пацаны, и мы знали об этом. Ну да, розовые шарики. Но, допустим. Да, и розовые шарики. Ребята просто пришли сразу после моих неплановых родов. Я думала, что они будут позже. Об этом тоже будет видео. Нет, ну слушай, неплановое ты прям так сказала, как будто он родился не тогда, когда должен был. Нет, тогда, когда надо. Я просто думала, что... Не тогда, когда ты рассчитываешь. Короче, об этом будет другое видео. Да, вы его тоже посмотрите. Тут какие-то пелёночки. Тоже с морковками, все дела. Так, я просто как считаю? Ну, ребёнок же сейчас не понимает, что там морковки. Первые месяцы вообще мама только это видит. Надо делать что-то, чтобы мамам нравилось. Вот, я себе такое и покупала. Это, наверное, многоразовая пелёнка какая-то. Распашонка. Которую можно сделать? Полюшка, дитячая, воду не проникну. Вот, всё. Отлично. Потом, значит, ещё какие-то пелёночки с слониками и мишками. Одинёнка со звёздочками. Вот звёздочки мне нравятся. У меня сейчас всё со звёздочками. Так, у меня и комбезики там со звёздочками, и вон там штучка со звёздочками. Ну, я не буду помочь. Ладно, не будем, да. И ногти даже у меня со звёздочками, вот, я делала прямо в день, прямо перед родами. Я с маникюра и педикюра поехала прямо на роду. Давай ускоряться, потому что там очень, оказывается, много подарков. Очень много подарков. Значит, потом ещё какая-то пелёночка и пелёночка с сердечками. Это с Катей, да. И этот, и... Полотенце, да? Полотенце. Это полотенце точно или там какой-то разрез был? Полотенце. А, ну вот, видишь? Полотенце сюда, голову ребёнка вставляешь, а так его закутываешь. Специально полотенце. Вау! Комбез! Слушай, это прикольно. Вот это прикольно. Учитывая, что на зиму малой. Да, у нас малой зимний, они продумали. И здесь вот есть и ножки, типа, и так, можно и так. Прям прикольно комбез, слушайте. Отлично. Так, дальше. Прокладки для мамы, потому что, как бы, после родов... Давай я объясняю. Ну, допустим. Что надо, тот помёт. Кому не надо, то не надо. Так, это лактационные вкладыши. Что? Это, ну, я кормлю грудью малыша, выделяется уже молочко. И бывает так, что оно начинает протекать, как бы, не тогда, когда... Блин, я это не знал. Так что, подожди, до того, как мы достали, как у тебя сейчас происходило это всё? Ну, они у меня куплены. Я, по-моему, не пользовалась. Ну, то есть, это я знала об этом, что меня такое ждёт. Специальные такие вкладыши. Подгузники. Хаггис и лидсорт. 3,5 пг. Вот как раз единичка. Как раз наш размер, потому что у нас пацан крупный. 4,270 он родился. Поэтому нам надо поскорее их использовать, потому что пару вещей кормлений уже будет 5 пг. Влажные салфеточки. 99% что-то там. О, расческа. Вот расческа. Я её специально не покупала, потому что я читала о содержимом этих пакетов. Знала, что такое прощёска. И, типа, зачем, чтобы не покупала лишнего. Дальше. Шампунь-мыло для детей, изнародженный гипоалергенный. Потом мылка и полотенечко какое-то. Слушайте, подарков прям нормально. Ещё 3 пачки панфельса. Ну, это уже не доставай, потому что что-то уникальное. Прокладки. Так были же. Это другие. Я прошу прощения, а зачем другие у вас? Нет, это разные впитываемости, скажем так. Впитываемость. Да. Дальше носочки. Носочки. Красиво. Так, носочки, ещё носочки. Потом эти ватные палочки специально. Такие тунудочки какие-то. Потом ножнички с круглыми этими... А, это для ногтей, да? Кюшками, да, для ногтей. Потом, о, рыбка. Это водный термометр, чтобы купать малыша. Потом, значит, обычный термометр. Вот это прикольно. Электронный? Да, вроде электронный. Да, электронный. Да, электронный. Да, электронный. Да, электронный курносики с ночьким водонапринокным наконечником. И потом вот ещё кремик-педгузок и крем для загорения с узких. Ну, всё, это есть уже. Крем подгузник я не использую, но пусть будет. Давайте, не будем останавливаться на вопросе загорения с узких. Так. Так, это погремушки. Слушайте, офигенный набор. Не, ну, типа, они такие себе, но вообще прикольно. Не, набор давай, 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 сейчас. Ну, вот прям всё максимально для ребёнка, всё, что нужно в первое время. Так, короче, разноцветные всё. А можно это здесь оставить? Если не видит, очень шумный. Можем кому-то передарить. Кому надо. Ой. Одёжа. О, слушайте, цвета одёжи мне прям не нравятся. У меня всё серо-белое. И прям они как знали, как знали, ой, бог ты мой, прям вообще. Значит, штаны раз, штаны два. Это что? Распашоночка, типа кофта. Распашонка, ещё одна. Потом, этот, человечек. Ой, ну, это у нас похоже, кстати, да? Да, кстати, тоже со звёздочками, опять же, серо-белое. Вот это идеально. И смотрите, я не знала, но рассказываю вам, детская одежда для малышей, у них швы все наружу, чтобы малышу было комфортно, чтобы они ему не тёрли, потому что малышам в первую очередь важен комфорт, а не там, чтобы красиво, потому что люди как-то не так посмотрят. Это мы потом уже вырастаем, смотрим. Кстати, малыш спит рядом, всё хорошо, мы там его не оставили где-то, но кого-то мы покормили, он себе спокойно и тихонько спит. Малыш золотой просто. Давай, 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 всё. Ребят, это гормоны. Раз в 7 минут они стукают, ей надо холить ребёнка. Так, значит, да. Ещё человечек, это уже на взрослого. Ещё человек. Такие прям нормальные наборы. Слушай, а зачем у нас столько было своих? Нет, своих. Нет, ну видишь, эти побольше. Это уже нам ужасно. Это прям толково. Потому что у нас как раз вот такого размера пока ещё особо нет. Вот с этого момента у него вещей ровно в три раза больше, чем у меня. Ну ладно, я в отличие от него свои вещи не обстыкаю. У нас, да, у нас уходят комбезы один за другим, когда мы меняем подгузники, и он внезапно начинает писать на нас, на всех, на весь этот мир. Ну вот мы это, конечно, зря говорили. Потому что до этого можно было ребёнку, когда он вырастет, показывать. Блин, малыш, ну это нормально, я тоже так делала. До сих пор таки надо делать. Надеюсь, что ты 8. Всё, давай, молодец, исправилась. Слушай, мне интересно, они типа раздают там в зависимости от того мальчика или девочки? Нет, видишь, они в принципе цвета унисекс. Всё продумано, чтобы не надо было менять. Давай, ну блин, это как-то реально очень много. Прям уже 2 минуты идёт распаковка одёжи. Короче, тут ещё одёжи, и одёжи, и слюнявчики, и эти, и ручечки, ну перчаточки, и шапочка, и ещё 2 шапочка. Слушай, я, ну реально можно к роддому не готовиться. Ну, то есть заранее покупать ничего не надо. Вообще. Это что? О, это походу развивающий, да, колымок с дугом, это подвесными игрушками, вот так вот. Вот такой вот, да. Это развивающий получается, как коврик, он там будет. А вот, собственно, и дугети. Так, понял. Вот. Ну, и матрасик. Матрасик специально для вот этой коробки, потому что... Чтоб в коробке спал. А, так вот, ну функциональная коробка. Не открывайте, спите в коробке. Да, на самом деле, такие боксы, то ли в Финляндии пошли, то ли что, и там, в этих боксах, первые 4 месяца ребёнок реально спит. Ну, или на крайняк можно там у бабушки поставить, куда очень часто будет приезжать малыш, там поставят, и будет ему спальное место такое, наперекантоваться. Короче, очень классная коробка. В чём мы разобрали, да? Да, всё разобрали. Стоимостью идёт на 5 тысяч гривен, где-то я такое читала, что... Нет, ну ты сейчас говоришь стоимость, как будто ты за неё платила. Ты за неё заплатила государство, налогоплательщики. Да, да, да. Содержимого коробки тысяч на 5 гривен, и это дарит государство в поддержку молодых семей. Ну, слушай, молодых, я думаю, на них всем дарят, ну типа... 38 позиций, что говоришь? Ну, всем дарят. Всем дарят. Всем мамочкам, ну, которые там встали на учёт, там, которые в роддоме, наверное, родили. Хорошо, итак, итог, рожайте вас, поддержка государства будет, кстати, ну... Осознанно рожайте. Не рожайте за какие-то коробки, рожайте только тогда. Я даже не подумал, что кто-то может рожать ради коробки. Это у тебя в голове такое могло бы. На всякий случай, объясняю. Рожайте только тогда, когда готовы взять на себя ответственного из-за другого человека. Да, расскажи, пожалуйста, что у тебя будет скоро на канале. На канале скоро будет видео про роды, про то, как я готовилась к беременности, о самой беременности, о послеродовом периоде, о том, как мы называли малыша. Если вам интересно, пишите комментарии, какая тема вас интересует. Ну и давай, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, но особая благодарность за это видео, во-первых, государству Украины, Украина, во-вторых, малышу, который все эти 12 минут видео спокойно себя вел, лежал и бодрствовал. Малыш замечательный. Раз в 7 минут, раз в 5 минут, видите, все, всем пока. Всем пока.